Девушки отдыхают Так, давайте будем отправляться Опачки О, сколько там припасов-то она пропускала Так, ага, даже какую-то руду нашли, это хорошо Давайте глянем, что у нас здесь, какой-то утиль, так понимаю Да, один листик Ну, листик тоже неплох, потому что они позволяют нам с вами лечиться, если я правильно все помню Так, давайте, собственно, отправляться дальше Рядом дополнительная гробница испытаний, найдите вход Серьезно? Ну, может быть, он как бы внизу Да, честно говоря, не очень похожа, потому что здесь, судя по всему Да, тут нырять некуда Лара дыхание задерживает, так смешно прям становится Так, значит, гробница... погреться, 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 погреться Вот умница Так, ну, ладно, давайте все-таки попробуем, значит, найти эту гробницу Потому что гробница испытаний, это хорошо, и ее надо бы поискать Вход в гробницу испытаний, найдите его Скоро же я знаю, где он Загорается она именно вот... Вот здесь, да? Да? Лар? Где вон-то мог быть этот вход Хм Куда же его могли запрятать, разработчики? И как он выглядит, что самое интересное Потому что пока я не вижу вообще никаких признаков входа На верхний день не заберешься Так Рядом гробница испытаний Где рядом? Нету здесь ничего Ну, может, чуть дальше Ну, ладно, пока дальше побежали Поберегись Так Ладно У-у-у Тоже вопрос Нет, ну, выглядит, конечно, шикарно Вообще без вопросов Но реально, как ее сюда занесло, не очень понятно Хотя Судя по всему, это просто Часть воды сюда Прошла, да? Пробила вон там дыру Вынесла сюда эту галеру Галера застряла Правда, непонятно, как она здесь застряла Потому что дальше-то воды нету Странно Ладно Давай, Лар, ползем наверх Так, там что-то есть Что-то интересное Спокойно Так, внизу, я так понимаю, нет ничего интересного Ровным счетом Видимо, Лар вот про эту штучку говорит Затерянный город мы с вами ищем, друзья А, значит, вот это вот сюда Вот, понятно Ага Вот это что-то Гробница испытаний Ледяной корабль Так Что у нас тут? Мария Адула застряла Лед не выдержал И корабль переломился пополам Неважно Я надеялся использовать против лжепророка корабельные пушки Но придется идти пешком Со мной шестеро лучших воинов Ордена Троицы Пока моряки голодали, мы копили провианты-припасы Эти несчастные еще не знают, что им предстоит отдать свои жизни ради нашего дела И мы с воинами найдем выход из этих ледяных пещер и продолжим путь пешком До того, как лед поглотил корабль, мы услышали музыку, доносившуюся с юга Там мы сделаем первый привал Но сначала мне надо отдохнуть Я промерз до костей, и меня клонит в сон Понятно, здесь его пути и закончились Потому что когда замерзаешь Последняя стадия перед смертью Это, собственно, окончательное переохлаждение И клонит в сон И если поддаться этому и заснуть, то все Собственно, что мы и наблюдаем Лара, давай, давай, давай Надо как-то расколоть лед Ну как-то, как-то Раскачать ее надо Правда, вопрос, как именно Лара А, ну ясно Нам с вами можно будет туда залезть, когда мы лед расколем Но чтобы его расколоть, нужно вот эту штуку раскачать А чтобы ее раскачать Облом А, ну в принципе, это ни к чему бы не привело Так, что же тут можно сделать-то? Лара, ну залезь, но тут же вроде можно, нет? Не можно Так, интересно Здесь залезть нельзя, взять ничего нельзя Хотя Здесь тоже не залезешь Судя по тому, что не становится красным Туда стрелять тоже бессмысленно Хотя нет Непонятно, то ли раскачивается, то ли нет Судя по всему, нет, да? Оборвать их тоже не выходит Хм Лара, подскажи что-нибудь Лара, подожди, я думаю Хорош балансировать Я, конечно, понимаю, что тебе тут не очень комфортно, но Опять же, кому сейчас легко Так Как же ее раскачать-то? Слушайте-ка Так, а вот это что за штука? Хм Это что такое? Нет, она, конечно, не поддается Причем вообще ни разу Я просто сейчас впустую стрелу трачу, я понимаю Я просто пытаюсь что-нибудь сделать А может, кстати, нам с вами туда и надо? Что-то я туплю Тут же есть проход А если есть проход, значит, есть и место назначения для этого прохода Нет, обломались Так, налево никуда, направо никуда А куда вообще? Здесь О, ё-моё Чуть не это Не сорвались Так, я что-то не понял Тут тоже, видимо, можно забраться Было Но нельзя, потому что тут лед не расколешь А там можно расколоть Ну не просто так Тут этот проход, наверное, сделает, да? Или просто так? Не, ну направо, мне кажется Да, безрезультатно Это попытка Налево, в смысле, прыгать Так Надо как-то расколоть лед Да, кстати, спасибо за восстановленные стрелы Это такой лайфхак, ребята Если вы так вот стрелы потратили Тогда просто Помрите в конкретном месте любом Особенно в испытаниях И, в общем-то Проблема уйдёт сама собой Так, я, честно, не очень всё-таки понимаю Как же его раскачать-то? Её нужно каким-то образом Ну, я понимаю, что её надо раскачать Чтобы она стукнула Вот этот лёд сама собой Но Но как её раскачать? Я вижу, что здесь есть вот эта вот рыба Я вижу, что она крепится на каком-то колечке И я также вижу, что здесь ничего не посвечивается красным цветом А значит, здесь ни во что нельзя выстрелить с пользой для дела Хотя вот я выстрелил Надо же вроде раскачаться Раскачиваться сначала Нет? Так И затихло Илюш, мне кажется Или она вообще сама по себе качается Вне зависимости от того, как я в неё стреляю Так давайте-ка стрелы восстановим, ребят Да Надо как-то расколоть лёд Да я знаю, Лар А как? Ты мне хоть подскажи Я не врубаюсь Честное слово Тут, главное, тоже ничего не поддаётся Выстрелам Там ничего не поддаётся Вот эта вот штука меня напрягающая Тоже не поддаётся Бесполезно куда-то пытаться стрелять Потому что некуда Её не оборвёшь Да, странно-странно, друзья мои Чё-то вот видите Самая первая загадка, казалось бы А я вот уже не могу решить Как-то это всё подозрительно Надо с вами прям показывать, что вот здесь вот Прям вот надо вот его разбить Прям вот надо Потому что он даже вот осыпается Я понимаю, а как? Вот я её сейчас потолкнул Или то она сама так отчается Фиг её знает По-моему, она сама по себе Да Ну ладно Не получается у меня, в общем Понять, что тут делать надо Лар, ну куда? В принципе, не важно Стрелу установим, опять же Не получается у меня понять, что здесь нужно делать Фиг с ним Ладно Потом, может быть, тогда сюда вернёмся Если это можно будет сделать А пока что давайте тогда Отправляться назад Потому что тут мы с вами, походу Ничегошеньки не сделаем По крайней мере Мысли у меня никаких Куда и как здесь можно пробраться Там вроде бы похоже что-то на Нет Ну ладно Пойдёмте тогда по сюжету Не получилось Ну и фиг с ним Что ж теперь делать Пойдёмте дальше искать заброшенный Затерянный город Может отсюда Вот раскачивается она или нет Вот я не понимаю Да вроде нет Ну ладно Так Ну наверное, раз уж и их пытались грохнуть за это Тоже не пускают Ладно Поползли дальше, что называется Разгон Порядок Да, пещера прям пипец Там что-то разрушено ещё Что-то здесь раньше было построено Судя по всему О Две монетки Лара, тут такая горсть лежала Так, я успел, я надеюсь Слар ты там не померла Нет, ничего Всё норм Хотя она была близка, судя по всему Похоже, что ей надо опять вылечиться Да Ладно, вылечимся Побежали дальше Советская база Ух ты Посмотрим Посмотрим Дед Я тебе не враг Это мы ещё посмотрим Ты убила тех людей Ты дура, что ли? Я убивала, чтобы выжить Как и ты, подозревая Они же тебя пытались грохнуть В смысле Что за морали Это непонятно Несколько дней Многих из нас взяли в плен Лучше уходи отсюда Пока не поздно Я не могу Я пришла по важному делу Как и они Ещё раз тебя увижу Сажу стрелу в глотку Мы с тобой на одной стороне Я постараюсь это доказать Что там происходит Ага, а-ля Бэтмен Он тоже постоянно так пропадал Ладно, обзорный пункт Тут живут люди И живут, похоже, давно Десятки А может и сотни лет в изоляции У неё на платье был узор Какие были распространены Византийской империи Неужели это потомки учеников пророка? Что им известно О затерянном городе И святом источнике? Ясно, что троица Сделает всё, чтобы это выяснить Кем бы ни были эти люди Боюсь, они в большой опасности Надеюсь, поговорка про врага Моего врага Окажется справедливой О, интересно Смотрите-ка Кажется, можно менять костюмы И у них есть Эффекты У некоторых Ну ладно, давайте пока оставим Наш любимый Походный костюмчик, да? Так, в оружии можно было, оказывается, улучшить ледоруб Я его сначала не заметил Но это мне не интересно Пока что Область здесь явно здоровая Очень серьёзно просаживается кадр здесь, конечно До 29 даже бывает Но ничего Ладно, нормально Это опять же до тех пор Пока мы не уйдём с такого большого С такой большой площади обзора Так, привет, затишка Так, нет-нет-нет Я здесь всё обшарю сначала Какая прелесть Так, здесь у нас Так, там у нас что-то явно есть Ну это типа способ забраться обратно, я так понимаю, да? Ладно Пойдёмте пробежимся Прошвырнёмся Посмотрим, что тут у нас Ага Чтобы создавать стрелы Нужно удерживать левую кнопку мышки А среднюю для того, чтобы делать отравленные Хорошо Запомним Чё у нас, кстати, со стрелами-то? 14 из 25 Ну тут неплохо бы, конечно, и Сделать побольше Я ему уже ничем не помогу Всем постам Поступились сведения Константин едет из тюрьмы Нужно навести порядок до его приезда Эй, меня кто-нибудь слышит? Что к тебе? Съясник, чёрт Лара реально терминатор Такого мужика завалила Не очень понимаю, как она это делает Так, отвлекающие объекты могут привлечь внимание Несколько врагов Что-то Псих бешеный Бросится на троих вооружённых людей С одним топором И как только одного из них удалось взять живым Кто-то Ты слышал? Пойду гляну Понятно Тихо 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 Погоди Что-то не так Неплохо Очень неплохо Да, судя по всему, ресурсы у нас автоматически подбираются Только в том случае, если мы использовали убийство в ближнем бою Такс Хорошо Ладно Вынесли кучу народу Это приятно Меньше противников Стало Это что такое? Грибочки Четыре грибочка Надо собрать Кстати, что там с отравленными стрелами? Заполнено И тут заполнено Ну вообще зашибись Так, хорошо Ладно Ползём тогда наверх Правда, как туда ползти Я не очень понимаю Лара Как попасть на ве... Это я хорошо заглянул Тайничок Это полезно И, кстати, ольхушка тоже полезна И, кстати говоря Вот Ребят, я буду древесину назвать ольхой Вот Вы что хотите со мной делайте Но я привык уже С видео по Far Cry Prime Там ольха везде нужна Там ольха везде нужна Какого чёрта он здесь забыл Мне это будет знать Одного из местных взяли жильём Хотят допросить Но это склонно нам троих Наверное, начать Прочитать, что неизвестно Константин ожидает От нас большего За этот жиль Только вопрос Честно говоря Я не очень одно понимаю Всё, вопрос отпал Я как раз это и хотел спросить Что это означает Что одни из них красные Другие нет Так, ну Что ж, друзья Надо пострелять, я думаю Ну конечно Так только я могу стрелять Я не знаю, ребят Как вам, по-моему, идеально Ну не считая первой пробах Так, а теперь Давайте их всех обшарим Шесть стрел мне добавили Ну это вы прям молодцы С одного противника Шесть стрел Это шикарно Вообще, мне кажется Здесь по стелсу Проходить гораздо проще Чем Ну Если такая возможность Будет даваться и дальше Да То лучше проходить стелсом Нежели Пытаться В ближнем бою Их выносить Хотя, когда у нас появится оружие Там посмотрим Там видно будет Причём всё-таки Частота кадров Не очень хорошо, скажем Держится Иногда на уровне 48 В основном Но бывает, что И до 25 опускается Поэтому, может быть Я всё-таки Немножко снижу Какие-нибудь настройки Я за кадром попробую Подобрать Что наиболее влияет На производительность И Убрать это Для того, чтобы у нас С вами было меньше проблем При такой Освенно активной стрельбе Так, всё Всё обшарю Всё-всё-всё Что видим Вообще всё абсолютно Кстати, не очень пока понял Вот это движение Но какое-то странное То есть Это я нажимаю Кнопку С Причём, неважно Зажимаю я её И держу Или нет Лара всегда делает Одно и то же Просто передвигается Немножко вперёд Что это означает Я не очень понимаю Ну ладно Неплохой такой Походный наборчик Клавиатура С подсветочкой Так, что у нас С вами здесь есть Тут у нас С вами есть Совершенно уже Ненужные стрелы Потому что у нас С вами Дофига и больше У нас с вами Есть полно запасов Есть документик Давайте почитаем Я знаю Что брался За сомнительные дела И что тебе Это не по душе Но я не мог Упустить этот контракт Я годами пытался Наняться к троице Они не светятся Платят кучу денег И у них всегда Есть работа И вот я здесь И уже хочу назад Мы торчим В заброшенном Советском комплексе У чёрта на рогах Никто не говорит нам Что происходит Сейчас окажется Что мы помогаем Каким-то бандитам Добыть ядерное оружие Это ещё в лучшем случае Напиши мне Как только получишь Это письмо Я наладил Безопасный канал В сети Для такой операции Защита слабовата Впрочем Они меня Для того и наняли Интересно Ну в принципе Чего этот человек ждал Там да Нанимаясь Большие деньги Будь готов к тому Что их тебе платят Не просто так Надо думать Так Что это такое Старый советский плакат Ленин жил Ленин жив Ленин будет жить Лар Я дико извиняюсь Но где ты это прочитала Вот где Вот конкретно Я может Чё не знаю Но вроде С русским языком У меня пока Всё в порядке Да Вечно слава героям Которые Боролись за свободу И независимость Советского Союза Причём с опечатками Боролись с В Котор В Е Интересный вариант Перевода Вечная спава Ну это текстура Я понимаю Но Мне понравилась Созвучка Лары Где я эти слова Прочитал Где там Про Ленина написано Так Ага Этого мы уже снесли Это хорошо Иди сюда У тебя ничего Для нас нет Но есть ткань Ткань это тоже хорошо Сейф Кстати Если я правильно Всё помню Что у нас здесь Да Деталь пистолета Полуавтомата Две из четырёх Ну что ж Осталась ровно половинка И мы с вами сможем Себе пистолетик Заиметь А к нему Может быть потом Можем будет И глушак найти Тогда будет вообще Зашибись Так Давайте дальше Ползти В принципе Я тут больше противников Оттуда не видел Конечно Но посмотрим О Какой логотипчик Есть Лара Хидрик Клотить Давай наверх Лар В чём проблема Чё-то не можешь Забраться что ли туда Или тебе А Понял Или тебе надо наверх Так Теперь налево 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 И Куда Вот я терпеть Не могу Лару За это Я уже Клавишу вроде Отпустил Ну не вроде А реально Отпустил Клавиши Движения Вбок Но нужно На самом деле Секунду где-то Подождать Прежде чем прыгать Потому что Иначе она не залезет Наверх А прыгнет вперёд Это вот такой вот Косяк Точнее прыгнет В том направлении В котором вы двигались Изначально Это косяк С этим ничего не поделаешь Так Лар Ты погоди Схватиться за верёвку Там никого Внизу-то нет Походу Тут и не важно Всё равно Стрелять не дают Крыска Крыска Стой Нет Ну конечно Я не попаду 9 9-16 В смысле Не попаду Ну-ка иди сюда Так а ну-ка Стоять Вот же зараза Так Я тебя всё равно Я тебя поймаю Сказал же что поймаю Так ну-ка иди сюда Вот и славно А чё я собственно Подобрался с ней Ничего Ноль Это я молодец Ой и опять крыска Может С тебя чё выпадет Стой Не понял Чё я честно говоря изучаю Я не понимаю Ну ладно Так У нас с вами опять какая-то нычка Нычка это хорошо Нычка это всегда полезно А тут чё надо сделать-то Так Это надо поджечь Это я помню У нас с вами такое испытание уже было Вот сюда Поберегись Ага Шустра тут всё сгорает Все время истекло. Застрели его. Он либо заговорит, либо сдохнет. Вообще мои смерти. О-о-о-о. Ну, не блескли. Ну, конечно, не очень метко, зато результативно. Красная армия приближается. Я следил за ними неделю. Смотрел, как сотни людей строят железные чудовища во льдах. Многие умерли. Их мерзлые тела разбросаны по тундре. Никаких погребальных обрядов. Ни похорон, ни костров. Эти чужаки – жестокие безбожники. Что они ищут? Драгоценные металлы в горе? Или, как многие их предшественники, они пришли за святым источником? Вновь моему народу пора готовиться к войне. Да, в древнее время всегда было свойственно уничтожать то, чего не понимаешь. Смотрите, ребята, текстуры какие-то детализированные. Прям вообще пипец. Все смотрится натурально. Эх, красивая игра. Там наверху ничего нет? Ничего нет, да? Ладно, давай побеседуем. Ты кто вообще? Восемь пулек – это хорошо. Еще десять пулек – это вообще замечательно. Бедняга. Ну, в принципе, от трех выстрелов в живот я удивлен, что он вообще столько продержался. Да... Кто-то у них в плену и кого-то надо, ну, видимо, освободить. А, требуется отмычка, чтобы открыть. Обломайся, что называется. Ладно. Так, вот так мы с вами можем менять оружие и боеприпасы, да? На единичку у нас лук, на двоечку у нас пистолет по умолчанию. Ага, это переключение типов стрел. Ну, в данном случае у нас с вами только… Только эти есть. Отравленные. Так, это у нас с вами что? Пардон, не то делаю. Две стрелы, шесть пулек. Это хорошо. Да, печально, что замок взломать не можем, но, видимо, может быть, можно будет сюда вернуться потом. Ё-о-о, сколько же вас тут. Это не он ли в гробнице был? Нет? Я оставил тебя за главным. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть и понимать, как много зависит от успеха операции. Да, да, но… Нет, нет. Не понимаешь? Нет. Да и как ты можешь? Тише. 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 Боехали. Тем более сострадании, Тiше. Т于! Тише. Тише. Честно говоря, странная мотивация, это ж надо, а? Ты лучше его пристрелил, честное слово. Что с ним делать надо? Что с ним сделаешь? Ой, да, ну конечно, он сам виноват, что связался с такой компанией, понятно все. Так, давайте последим за их маршрутами. Черт, муфта прохудилась. Можешь помочь? Да, конечно. Кого сможем, того и снимем. Так, справа был мужик, куда делся? Так, мы совсем без гребаного топлива останемся. Как оно там? А, он туда, что ли, зашел? Ладно. Эта хрень насквозь проржавела. Как оно там? Удеечку вряд ли устраним. Тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый вентиль. Сомневаюсь, что сможем найти здесь заптельку. Я, ребят, стараюсь не поднимать шум, потому что такое ощущение, что если сейчас заговорить, то... Да, бедняга, его хоть пристрелить, что ли, чтобы не мучился. Ну, серьезно. Так, ребятки... Конечно, атаковать-то в саму гущу. Прямо сейчас самая тема. Я так понимаю, у них утечка газового топлива здесь, а значит, это можно взорвать с помощью вот этой вот штучки. А значит, ребят, извините, не ваш день. Упс. Так, а нас, похоже, уже знают. Извиняшка, дорогуша. Ну, в принципе, тут я так понимаю, что нельзя было пройти по-тихому, потому что... Красота, да и только. Такого огня вообще не помню красивого. Здесь нельзя было пройти по-тихому, потому что такой бабах, это... А что мы мерзнем? Тут же огонек. Во, грейся, грейся, умничка. Греемся. Не надо мерзнуть, Лар. Лара мерзнуть вообще не должна. У нас... Лара, она же замечательная, она же умничка. Так, это патрончики, которых у нас с вами, кстати, уже, судя по всему, дофига. 50 зарядов, это вообще вот это круто. Так, утильчик. Что еще тут? Кстати, вот здесь что-то, может быть, есть, да? Ну, кстати, да. А, к сожалению, все уже есть с вами в запасах. Так, ну ладно. Выползаем, собственно, наружу. Неплохо мы с вами повоевали. Так. Ольха. Хоть это и не она. Мужик, наполовину застрявший в воротах. Так. Снова советская пропаганда. Ночь в работе не помеха. А, ну я понял, почему она произносит разные фразы, потому что текстуры здесь точно такие же. Точно такие же. То есть это, как вы сами наблюдаете, это один и тот же символ, да? С теми же опечатками. Но она говорит разные фразы, ну просто для того, чтобы тех, кто не знает русского языка, там, да, если внезапно англичанам захотелось приграть вариант этой игры с русской локализацией, чтобы они тоже ничего не понимали, как и мы, когда играем в английские игры на их языке, не зная его, да? Вот. Но она произносит, естественно, разные фразы для того, чтобы это было их интересно искать. А то так не очень понятно ради чего, да? Мощный перевод. Я, конечно, не знаю, может это не русский, может это... Но это вообще не на что-то похоже. Потому что вот такого слова, ДЛГ, я понимаю, что вот так могли писать в Древней Руси, ну в веке в 13-м, но не сейчас же. Не в 80-х годах, да, странно, но вот это вроде как фиг его знает. Может это какая-то смесь украинского, непонятно с чем. Может это из других каких народов, которые в СССР входили, не очень понятно. Ну ладно. Так, а нам с вами тем временем туда, я так понимаю, да? О, костерчик. И ольха. Ну в смысле древесина, ребят, да. Ну я говорю, я по Far Cry Primal, я буду называть ее ольхой. Что-то так почему-то привычнее. Ну что ж, собственно, лагеречек. Здесь Константин. Тот, кто пытался убить меня в Сирии. Тот самый мужик, оказывается. Он жесток и опасен. И что хуже всего, непоколебимо уверен в истинности своих бредовых идей. Мне вообще везет на религиозных фанатиков. Ага. Впрочем, ничего удивительного. Ой, зайтишка на фоне бегает. Кто еще будет так охотиться за тайны бессмертия? Его люди упомянули пленника, который может что-то рассказать. Может, это один из здешних обитателей? Если так, что он знает? Люди троицы не церемонятся при допросах. Надо найти его. Узнать, что ему известно. Заручиться довериям местных будет полезно. Ну да. А тем временем я прокачал навык контроль дыхания. Для того, чтобы более плавно прицел из лука шел. Даже хотя Лара, может быть, задыхается уже там, да? Вот это нам поможет чуть более точно стрелять. Кривые руки, конечно, ничем не исправишь. Но все-таки навыки прокачать. Давайте посмотрим, что у нас с вами по оружию. Может, уже можно что-то улучшить? Револьвер. Так он у нас с вами теперь всегда будет с собой? Ой, как хорошо-то. Лунная тень. Прикольно, слушать. У нас с вами еще два пистолета? Да ладно. Класс. А когда мы его успели достать, я, честно, не понял. Но пистолетец шикарный. Так, давайте-ка их сравним. Значит, у лунной тени, у него все круче гораздо, кроме скорости стрельбы. Так что, естественно, мы берем его. О чем речь? Доступно улучшение. Давайте глянем. Классная штука. Выглядит убойно вообще. Ну, не знаю, прям красивый такой, да? Как коллекционный, что ли, с костяной ручкой. Так. Значит, что мы с вами можем на него поставить? Глушак есть? Обойма, рукоять, ствол, затвор с отверстием, обойма, полированная. Нет, все-таки эта штука у нас с вами только для шумной охоты. Но в целом это неплохо, да? То есть, когда у нас будут перестрелки, это прям полезно. Скорость заряжения. Так, а что у нас по ресурсам? Значит, тут требуется утиль, так называемый, да? Если я правильно все помню. Короче, детали. Их у нас достаточно много, но не настолько, чтобы ими разбрасываться. Так, можем увеличить урон. Уменьшить отдачу. Применяется к сарякам всем пистолетам. И полированная обойма. Скорость перезарядки. А сколько у него в обойме еще, знать бы. Так, ладно, давайте пока посмотрим лук. Значит, на луке у нас есть скорость стрельбы. Да, быстрее заряжать лук и повысить скорострельность. Ограничители на тетиве. Ну, в принципе, тоже полезно. Давайте лук будем прокачивать пока что, потому что его нам с вами пока что более чем достаточно для наших целей. А пистолетика хватает и обычного, стандартного. Так, ну, урон повышать, честно, не очень хочется. Так, у ледоруба ничего интересного нет. Ну, костюмчики мы с вами уже и так знаем. Хотя можно, в общем-то, взять вот такой, чтобы сливаться. Да, чтобы сливаться со снегом. Лара красавица, но я прям не могу. Так, замечательно. Ну что ж, друзья, в принципе, неплохо, да? Ну, с вами сегодня так и побегали и постреляли. Поэтому, думаю, давайте на этом будем всю серию заканчивать очередную. Не забывайте обязательно подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски по Rise of the Tomb Raider и по другим играм в том числе. Обязательно ставьте ваш мотивирующий лайк, обязательно пишите ваши вопросы и комментарии. И до новых встреч, друзья, на канале Deadline.ru